здравствуйте дорогие друзья и у нас сегодня восьмая мишна второго раздела заключительные слова великого и леля который начинал с 5 мишны 5 6 7 и вот уже наконец-то восьмая мишна говорит или что когда человек начинает процесс увеличения бизнеса вот что-то у него увеличивается увеличивается и это очень хорошо но всегда есть обратная сторона и где-то будет у него больше больше трудностей и только когда у тебя увеличивается духовность тогда у тебя все будет хорошо вообще без обратной стороны смотрим говорит или марбе басар марберима кто очень любит много есть то есть он уже такой обеспеченный он вечно ест и ест и ест то он в результате его будут кушать черви слишком много червей он отъест большой большую плоть огромный вес что ты весь день кушаешь займись спортом займись духовностью а он ест и ест и ест потом тебя будет черви есть марбе нехасим кто увеличивает недвижимость имущество марбе да да это очень хорошо быть богатым потому что ты сможешь людям помогать детские дома синагоги строить но знай что у тебя увеличится тревожность да да что с моим домом там что своим домом там хотят отобрать рейдерский захват то есть нужно понимать что есть всегда обратная сторона это радостно быть богатым но с другой стороны тревожность будет увеличиваться марбе нашим много у тебя жена раньше многоженство было разрешено марбе шофим они будут нанимать себе разных помощниц разных точек мира и те будут колдовать написано много женщин у тебя дома много колдовства потому что их помощницы могут там быть какими-то не знаю гадалками ведьмами то есть раньше такого было и воды смешно говорит вот по по нарастающей вначале человек хочет хорошо кушать потом он хочет побольше домов когда он уже совсем обеспечены много жен много жен это много разврата пишет мишна марбе а воды марбе гэзель нанимают рабов эти рабы начинают воровать и вот так вот по нарастающей чем больше у человека имущества и денег тем больше у него проблем хотя всегда у него есть другая возможность помогать людям то есть это есть плюсы есть минусы много жен много колдовства много рабынь много разврата много рабов много всяких краж то есть вот такая вот жизнь что не бывает такого что у тебя все хорошо у тебя бизнес с другой стороны ты не будешь нервничать не будет больше воровства у тебя на работе и так далее и так далее но увеличиваешь штору увеличиваешь жизнь увеличиваешь количество учеников они своим вопросами тебе дают возможность развиваться как учителю ты становишься мудрее больше тары больше жизни больше учеников больше мудрости больше ты спрашиваешь советы, и ты умнеешь, вот, подскажите мне, подскажите, и ты умнеешь, напитываешься все больше и больше, больше дздыки, больше шалома, больше мира, взял, приобрел себе хорошее имя, навечно оно твое, приобрел себе Тору, приобрел себе будущий мир, то есть, есть разные приобретения, материальные и духовные, материальные помогают нам помогать людям, но в то же время они приносят собой разные дополнительные сопутствующие проблемы, когда ты приобретаешь духовность, еще мудрость, еще Тору, еще дздыки, только будет позитив, только все будет хорошо, спасибо огромное за внимание, вот такие вот важные учения великого Илеля.